Лагерь на три дня. Алексей, ты посвидетельствуешь? Проверил тинейджерский лагерь за три дня. Да. Ну так получилось, что ведущие у нас были онлайн, а лагерь мы проводили у себя дома. Так, а я получила учебу, что ты бях онлайн, а лагерь обычно в Кыште при нас. Ну это значит, что как бы три дня дети с нами находятся. Три дня? Это было... Это было пятница вечером. Пяток вечером. Фотографии можно будет показать? Да, сега, что с опустным снимком. Да, и в пятницу с вечера, целый день с субботы и воскресенье вечер. У нас был пасхальный такой детектив, и я хочу буквально в двух словах, чтобы вы представляли, чем подростков можно заинтересовать и куда можно, если захотите, в следующий раз отправить. Значит, это была молодая пара, которые были очень близки по возрасту нашим детям, и когда мы проводили рекламу этого лагеря подростков, мы говорили, ну там такого возраста, как наши Рома с Аней. Так что это был хороший такой момент. Дети, ну ага, сейчас скажете, когда включится. И у нас был мальчик Алешин-одноклассник, вот, и там в лагере он сказал такую вещь. Ну, я немножко устала, мягко говоря, потому что это постоянно на таком концентрации. Мы кормили детей, развлекали, и гуляли, и на улицу ходили. Вот. И мне уже, конечно, к воскресенье, я уже такая, о, боже мой, еще чуть-чуть. И когда ребенок приходит и говорит, а когда будет еще? Я такая, что еще? Ну, когда еще будет лагерь? Я такая, тебе понравилось? Ну да. Я говорю, круто, здорово, слава богу. И этот мальчик потом пришел в воскресенье на праздник. Ну, тоже так получилось. Вот. Ну, тут не очень видно, но в двух словах. Это был детектив, где мы, помимо таких вот детективных, различных, интересных очень историй, куда мы были все вовлечены, еще изучали писание, составляли тексты Евангелия, где конкретно всю историю дети как детективы расследовали. Затем было выдвинуто несколько гипотез, вот там на черном таком фоне. Не очень хорошо видно, но неважно. Просто вам вот как это все выглядело, все красиво, так цветное, интересно. Где дети искали подтверждения различных фактов и опровергали гипотезы о том, что тело было украдено, что смерть… Ну, как бы все знают, почему 100% смерть была реальна Иисуса. Ну, а дети наверняка никто-то не знает. И были такие факты, от которых у меня мурашки шли по телу. И также были гипотезы, что это была… Опровергали гипотез, что это была, как называется, галлюцинация массовая. И также то, что… Еще какая-то, да, была четвертая? Ну, типа, что это все вранье. Ну, и дети сами пришли к тому, что, ну, реально, все изучив, все факты исторические в Библии, действительно, Иисус Христос воскрес. Ну, также дети там смотрели на плащаницу. Дальше тоже покажи. Ага, спасибо. Нам была представлена карта, мы хронологию выстраивали, как, где, что происходило, кто прибежал первый, Мария или там другие ученики. Ну, это было реально очень интересно. И, ну, это было… Ну, даже для меня, для взрослого, мне вот так вот голова иногда выходила за рамки. И что я хочу сказать, очень важный момент, который я для себя отметила, что телефон имеет значение. Как вы думаете, кто быстрее всех выдавал правильные версии? Ну, ты… Вот понимаете, 9 лет ребенку, у которого нету мобильного телефона, нету ТикТока, нету Инстаграма, и ей было это, ну, даже сами ученые, говорю, ведущие по апологетике сказали, что это вообще… То есть она была наблюдателем, мы даже за нее деньги не платили, но она все ответы давала быстрее. И я делаю выводы, что реально до 14 лет детям нельзя давать, потому что этот дофамин делает их просто… Окей, это отдельная тема. И также было очень интересно, что эти ведущие, они к детям находили подходы, и вот там вот вверху… Сейчас вот следующий покажи слайд. Это вот так вот у нас все происходило, одна из фотографий. Идем дальше. Ну, вот примерно, чтобы вы понимали, что у нас было дома. Это вот эти версии, о которых я говорила, да. Значит, что это легенда, что это галлюцинация, что тело украли, и что тело… И он не умер. Мы их всех опровергли. Если кому-то интересно, я специально для вас факты все собрала. Меня уже никто не переводит. Окей, идем дальше. И было еще интересно, что они сделали каждому аватарку. То есть дети сами себе выбирали одежду, шапочку. Вот вы посмотрите наших детей, кто как представлен. Ну вот, например, вот это с усами, это Андрей был. Алексей… Алексей, где Алексей? Ага, Алексей, не вижу тебя. А, вот, Леша в шляпке, да, с этим, с очками. Там вот Глеб. Ну, короче, у нас у каждого была своя аватарка, и можно было составлять, но это тоже было очень прикольно, даже мне. Идем дальше. И нам изначально, в качестве, чтобы мы исследования по Библии умели это делать, нам дали схему, по которой проводят расследования детективы. Ну, там написано сбор, состав преступления, сбор данных, гипотезы ложные, правильная истина, и закрываем дело. Короче, дело мы закрыли. Иисус реально воскрес. И идем дальше, там нету больше фоток, и я хочу, чтобы Алеша посвидетельствовал, что-то тебе понравилось, что узнал. Ну, наверное, атмосфера понравилась. Были факты, которые, наверное, я не знал или в первый раз слышал. Было интересно, конечно, это еще не подтверждено окончательно, но было интересно про плащаницу, которая, ну, интересно, то, что можно там лицо разглядеть, но это еще не подтверждено, но если это так, то это очень круто. Ну, вообще было интересно три дня этих. Молодец, молодец. Браво. Да. И представьте себе, мы еще сделали онлайн-экскурсию по Храму Господнему, который в Израиле. Это было тоже очень интересно, когда ты все реально видишь, как там находишься, и уже, ну, почти уже там. Ну, и покажите дальше. И финалом, за финалом, естественно, мы обучение, наша Злата записалась, ну, есть там фотки, нет? А, они там, чуть-чуть дальше я их сбрасывала, просто хочу на слайд вывести. Злата записалась на курс молодежно-подростковый по изучению апологетики. Три дня меня мурыжило, запиши меня, запиши, это платный курс, но там стоит недорого, 14 долларов. Вот. Поэтому, если кому-то будет интересно, детям, чтобы занялись чем-то таким полезным, важным, фундаментальным для своей жизни, вот такой вот курс. Видите, сложные вопросы о Боге. и вот тут вот, если интересно, могу вам скинуть, о чем там будет курс. Ну, это кому будет интересно. Так, слава Богу за все, это только он. Спасибо. Слава Богу.